Скоро в России на законодательном уровне могут запретить вейпы. Причин несколько и в первую очередь рост несчастных случаев при использовании испарителей. Чем же опасно это новомодное средство, якобы помогающее избавиться от курения, в сюжете корреспондента Артура Мхце. Медики Карачао-Черкесии не ведут статистику несчастных случаев от употребления вейпов или электронных сигарет. Хотя бы потому, что и сами пострадавшие чаще всего не готовы признаться, что именно стало причиной их плохого самочувствия. А тем временем в России участились факты отравления, а порой и гибели после использования испарителей со смесями. Производители альтернативных способов курения утверждают, что это более безопасный вариант, что якобы есть жидкости, в которых нет никотина, например. Ну и что, например, с помощью вейпов или электронных сигарет можно даже бросить курить. На самом деле это обман, а порой и самообман. По документам вейпы и электронные сигареты носят название «электронная система доставки никотина». Но как же так? Ведь производители утверждают, что его там нет. Получается, вводят в заблуждение. Многочисленные исследования медиков доказывают, что вреда от испарителей со смесями ничуть не меньше, чем от обычных сигарет. Обманываясь, человек слишком поздно осознает, какой вред причиняет своему здоровью. Кроме того, есть еще один фактор, который может привести к летальному исходу после контакта человека с новомодными средствами. Они порой лопаются или взрываются прямо во рту. Почему, конечно, сейчас вот так активно озаботились этой проблемой, в частности, в Госдуме Российской Федерации? Потому что очень много различных случаев серьезных, которые возникают непосредственно на фоне использования вейпов и электронных сигарет. Случаи разные. То есть, что касается, допустим, травмоопасности. То есть, вейпы взрываются очень часто за счет того, что многие эти конструкции, сами эти жидкости, они на сегодняшний день чаще всего приезжают к нам из стран Азии и, соответственно, не досматриваются. Пожалуй, главной пострадавшей стороной в этой ситуации можно признать молодежь. Затянутая реклама юноши и девушки начинают использовать вейпы, чтобы родители не узнали о пагубной привычке. Запах смесей этого не выдает. Но здоровье-то не обманешь. В 2020 году вейпы и электронные сигареты были признаны табачными изделиями. А значит, ответственность за их употребление в общественных местах равнозначна наказанию за курение сигарет. Количество несчастных случаев по России после использования испарителей побудило законодателей пойти на более кардинальные меры. Теперь планируется полный запрет на вейпы и электронные сигареты. Впрочем, куда более эффективным средством противодействия видится профилактика. Все-таки надежнее предотвратить шаг человека в бездну, чем потом по крупицам пытаться восстанавливать его здоровье.